ДТП с участием пассажирского транспорта. На 167-м километре трассы Тулун-Братск перевернулся международный автобус. По предварительным данным, он направлялся из Иркутска в Братск, съехал в Кювет, затем перевернулся. Сведений о пострадавших пока нет. Причиной ДТП, возможно, стал гололед или плохое качество асфальта. Кстати, сегодня же на этой трассе произошла еще одна авария у автомобиля КамАЗ. В Кювет улетел прицеп, груженый лесом. И появились новые подробности аварии на Качевском тракте. Предполагаемый виновник ДТП, как оказалось, уже лишался прав на 18 месяцев, а водитель второй машины следовал из поселка Никольск в сторону областного центра не по маршруту следования. Пассажиры сели в микроавтобус в Майске. Следователь продолжает выснять обстоятельства ДТП на Качевском тракте. Напомним, 9 марта водитель автомобиля Ниссан Вингроуд выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Истаной. В результате погибло 4 человека, пострадало 16, среди которых трое дети. Другим новостям действующий мэр Ангарского муниципального образования Сергей Петров примет участие в выборах главы этого городского округа. Такие данные опубликовала территориальная избирательная комиссия. Сергей Петров поддерживает партия Единая Россия. Сейчас у него 5 конкурентов. Это кандидаты, выдвинутые партиями Патриоты России, Яблоко, ЛДПР, КПРФ, а также еще один самый выдвиженец. Напомним, выборы мэра Ангарского городского округа пройдут 26 апреля этого года. Памятники архитектуры теперь вздохнут спокойно. С них уберут рекламу. Согласно вступившему в силу закону, рекламу уберут с памятников истории и архитектуры, а также с прилегающих к ним территорий. Не коснутся нововведения театральных афиш и объявлений об экскурсиях, но информация о коммерческих организациях, являющихся спонсорами этих мероприятий, не должна будет занимать более 10%. При этом разрешения на установку рекламных конструкций на таких объектах будут действовать до конца срока и не будут отозваны. Иркутские художники Анатолий Алексеев и Сергей Лояну достойны наград Российской Академии Художеств. Их торжественное вручение запланировано 12 марта. В этот день также состоится презентация книги «Автопортрет», которая посвящена жизни и творчеству художника-живописца Анатолия Алексеева. Ее издали в рамках проекта «Народные художники Иркутска». И на этом пока у нас все. Если вы хотите стать нашим мобильным корреспондентом, присылайте свое видео на адрес электронной почты, которые вы сейчас видите на своих экранах. Или звоните нам по телефону 33 13 28. Мы увидимся с вами менее чем через час.